Судебная коллегия по уголовным делам Брестского областного суда Также установлена вина и в совершении преступления, связанного с применением насилия в отношении лица, пресекавшего совершаемое правонарушение Обоим обвиняемым назначено наказание в виде 23 лет лишения свободы С учетом того, что в действиях одного из обвиняемых имеется наличие особо опасного рецидива, ему определено отбывать наказание в исправительной колонии в условиях особого режима Как было установлено в судебном заседании, в августе 2016 года компания из 4 молодых людей, в том числе 2 парня и 2 девушек, распивали на протяжении всего дня спиртные напитки Около 21 часа во время распития спиртных напитков в компании возник незначительный конфликт, в ходе которого погибшая нанесла пощечину одному из обвиняемых, что и спровоцировало столь жестокое поведение После избиения потерпевшей, как было установлено из заключения судебно-медицинской экспертизы, погибшей было нанесено не менее 39 ударов в жизненно важные органы, в том числе голову, грудь и живот В результате которых причинено не менее 123 телесных повреждений Данные телесные повреждения явились причиной смерти После избиения один из обвиняемых со своей девушкой ушли, а второй вывел в общую часть подвала Вернувшись через некоторое время, обнаружив ее, как он пояснил, спящей, с одним из своих знакомых вынес девушку на улицу Вернувшись вновь через некоторое время к телу девушки и не обнаружив признаков жизни, вызвал бригаду скорой помощи, сообщил о случившемся в милицию При этом представился просто прохожим Несмотря на непризнание обвиняемыми вины, которые изначально вообще отрицали свою причастность к причинению телесных повреждений погибшей, а затем не отрицая факт нанесения в общей сложности не более 13 только ударов Полагали, что от таких их действий не могла наступить смерть Несмотря на это, в судебном заседании вина обвиняемых была установлена в полном объеме И суд согласился с квалификацией органов предварительного расследования Обвиняемые вправе обжаловать постановленный приговор в 10-дневный срок с момента получения копии приговора Также приговор будет изучен в областной прокуратуре, после чего будет принято решение о необходимости протестования либо отсутствия оснований опротестования данного приговора По мере наказания позиция суда практически согласуется с мерой наказания, предложенной государственным обвинителем